Япония выделит 1 миллиард йен на создание фонда помощи корейским женщинам для утешения. Так во время Второй мировой войны называли сексуальных рабынь, которые вынуждены были обслуживать солдат японской армии. По официальным данным, их число превышает 200 тысяч человек. На так называемые станции утешения свозили женщин со всех оккупированных территорий. Кроме Кореи, это Китай, Индонезия и Филиппины. В Республике Корея в живых сейчас остались только 47 женщин, жертв насилия. Их средний возраст 90 лет. Тема военных преступлений до сих пор омрачает отношения Токио и Сеула. Так что сам факт официальных извинений японских властей можно назвать прорывом. Однако многие в Республике Корея считают, что материальной компенсации жертвам насилия недостаточно. Почему разбирались наши корреспонденты? Даже 70 лет спустя Сеул и Токио вынуждены возвращаться к событиям Второй мировой войны. Признание вины за преступления своих предшественников японским властям дается нелегко. А без официальных извинений отношения с соседней Кореей так и останутся напряженными. Поэтому слова министра иностранных дел Японии о глубокой ответственности страны за факты сексуального насилия в годы войны можно назвать переломным событием. Фумио Кисида обсудил столь болезненный вопрос на встрече со своим корейским коллегой. От имени премьер-министра Абе я снова хочу заявить об искреннем сожалении и раскаянии перед всеми женщинами, которые испытали неизмеримые болезненные переживания и получили неизлечимые физические увечья и психологические травмы, когда их использовали как женщин для утешения. Токио обещает создать фонд помощи жертвам сексуального насилия в годы войны. Для этих целей Япония готова выделить 1 миллиард йен. Это более 8 миллионов долларов США. Власти Республики Корея подтверждают, что вопрос будет решен окончательно и бесповоротно, с условием, что японское правительство выполнит взятое на себя обязательство. Нынешняя компенсация жертвам сексуального рабства в годы войны не первая. Еще в 1965 году Токио предоставил Республике Корея около 800 миллионов долларов в форме дотации и займов. С тех пор, уже полвека, японские власти предпочитали уходить от проблемы. Дело дошло до того, что в 2007 году премьер Японии Синдзо Абы заявил, что организованный характер массового вовлечения женщин в проституцию не доказан. Правда, вскоре под нажимом американского посла он выразил сожаление по поводу нарушений прав человека, которые имели место на станциях утешения. Так что нынешняя инициатива Абы тянет на сенсацию. Идя вперед, Япония и Республика Корея перейдут в новую эру. Я надеюсь, что это станет возможностью для объединения усилий двух стран на пути к новой эре. Для того, чтобы восстановить достоинство и репутацию женщин для утешения, а также исцелить их душевные раны, принято важное решение. Я думаю, что теперь важно, чтобы японское правительство быстро и добросовестно выполнило это соглашение. В Сеуле, в свою очередь, тоже готовы пойти на уступку. Убрать от здания японского посольства памятник женщинам для утешения. Его установили в 2011 году активисты общественного движения. Они недовольны и нынешней компенсацией Токио. Собравшиеся перед зданием корейского МИДа в Сеуле уверены, одних денег для решения проблемы недостаточно. Урегулирование должно происходить на государственном уровне и базироваться на правовой основе. Поэтому мы выступаем против идеи создания японского фонда. Япония должна взять на себя юридическую ответственность на государственном уровне. Поскольку правительство заявило, что оно будет проявлять инициативу в решении этого вопроса. И, учитывая прилагаемые усилия, мы выполним постановление правительства. В любом случае, нынешний шаг японского правительства корейские активисты могут считать и своей победой. Но пока открытым остается вопрос о жертвах военного насилия, которые проживают в Китае, Индонезии и на Филиппинах.